всем привет это шоу тенденс на пионер диджи тв и у меня в гостях сегодня миша димасель привет миша спасибо что приехал первый вопрос да миша перед миша первый вопрос ты помнишь когда ты первый раз оказался ночном заведении конечно помню в клубе абриколь это был клуб где-то юг вот контимирская там где вырос и еще ниже чуть видно и что я не помню куда там направление да ну все в лучших традициях мне кажется мне было где-то может быть 14-15 вот так вот ну ну я честно говоря стоял не особо трезвый и не пьяный вот и ну я тогда любил танцевать прям вот я танцевал вообще танцевал сюда музыка там была ты помнишь слушай но было вот то что на тот момент было одно актуально это когда вот наши у нас тусе называется это ямочный ремонт когда идет прямо . потом но тогда это было актуально вопросов нету но электро какой ну да типа знаешь идет электро потом все пропадает я вот он из фильтра поднимать оригинал тогда все это было классно но поскольку я был все-таки приверженцем прямой школы прямого бита мне хотелось чтобы он не заканчивался там типа раз вас пропал подышали и снова вернулись и в какой-то момент я понял что блин надо короче попробовать ну все заебал маму естественно мне с горем по полам дала 7000 рублей все это на рулил и начал учиться а что-то купил у меня был сдвоенный комплект newmark сейчас не помню модель там были маленькие джоги там были пазы для пальцев это очень милая вспоминаю на выдумываю ебаная жизнь как-то вообще ругаться можно вот помнишь был пионер 3000 до до двух карманов да только это вообще люкс модель была там не было не быть экраны маленькие еще было отдельного знаешь как модель на дека для для дисков и был нюморк трехканальный пульт мне даже если это видео где я свожу я помню что мне тогда казалось что я свожу но на самом деле все началось прямой бочки тест и начал да я просто послушал да я подумал что что-то не то и все пошел его меня слушал миксы львова твои миксы слушал для меня это было что-то с чем-то это как две песни переходит другую и для это конечно я вспоминаешь это дома шью как так вообще не разрушая магию происходит так это ты там придурочился как тебе я да слушай я так и были есть мне кажется нет нахуй завалил вот этими знаешь беспонтовыми видео как у меня типа что-то получается я помню прихожу в универт первый курс такой знаешь типа но я уже чувствую себя как бы немного другим человеком я вхожу в таинство я вхожу в это таинство и тут я с кем-то там зацепился языками туда-сюда вот я там музыка туда-сюда и чувак писал во фруктах и так получилось что я мы первыми у него оказались дома он открывает фрукте лук и там вообще там прям музыка то есть это не так как вот мне казалось там музыка прием гадача нибудь делаю давай и он делает музыку там мелодии с ритм яма я думаю я сижу думаю это пиздец я столько пропустил и как-то мы оказались у меня типа давай посводим тогда это еще было актуально сейчас уже никого из своих коллег не пригласишь да давай посводим в общем я пришли я такой включаю свожу он такой а ты ты что делаешь я такой ну я свожу он такой смотрите сейчас покажу мне показал и тогда я все встала на места знаешь как говорится сильная доля квадрат там и тогда не ну я понимал что когда запускается песня но не знал что она запускается в downbeat и я понимаю ну типа вот как-то вот держится ничего такого не было типа сейчас секрет будет маленький открыт и которому сто тысяч лет это когда если ты с одной стороны видишь 122 с другой 123 он не рассказал секрет я его храню до 7 потянуть делать 0 8 процентов и тогда у тебя получится и когда у меня получилось нет с этим комплектом она не всегда ну когда первый раз поиграл в клубе я убил полностью комплект тогда был 800 пульт мк 3 тысячные ну я охуел и такого никто лишь mp3 и я видел что происходит в песне и вот эта штука ну тогда я не знал называется я просто трогал ее двумя руками не одним пальцем как раньше вот это знаешь а двумя руками там еще была чувствительность если не ошибаюсь и регулировать да конечно это чё за космос вот такие дела и где это по каком плове произошло с первой бабушкой клуб такое сори богом заплатили 100 долларов это была студенческая вечеринка на которой было я не помню сколько человек но мне кажется не больше нести и я помню такие времена были я стоял я мог прождать всю ночь приехать на последние деньги в клуб там где-то часу 30 я приходил типа я тусовщик на самом деле просто знал что у меня сет в 5 утра и он будет длиться дай бог час и вот знаешь как все разошлись уже уборщица убирается а сейчас время только четыре часа и ты а ты как бы ждешь ты ждешь этого чуда сейчас ты встанешь и разъебешь эту уборщицу и охрана будет рукоплескать и бармены выйдут начнут водить хороводы все это время ты пьешь воду в клубе в туалете потому что нет денег и потом выходят ракетики посмотрели туда-сюда ким давай все еще раз пока было хорошо но реально же было все равно круто не конечно было круто столько всего но я кстати помню что не пользовался вот этой типа мулькой в кругу женщины я не пользовалась но для меня все таки было что-то вот другое это потом уже с возрастом нет нет там где-то выскакивала а вначале не как потом оттачивался твой стиль в итоге то есть сейчас ты и джипси да то есть там любом случае ломаны бит деньги вот тащит это знаешь просто но начали я играл всегда прямую бочку прям до талого я сейчас не могу вспомнить год когда пришел маша когда мы шап играл вот везде типа и бары открываться стали маленькие я не помню но не в год не помню и вот и такой весь классный трек сорт на битпор знает джуна знаю все покупаю вообще все покупаю царство небес у меня был человек который меня ну открыл этот мир я не знал что можно это делать не знал что вот есть можно сортировать по дате релиза купить вов и что вообще какая-то разница есть колоссальная потому что прям я помню ситуация была когда я скачивал треки и записывал их на диск и когда выбирал рейд выбирал 320 треки скачивал хуй пойми как и когда я ну спускал своему корешу на тот момент типа что лишь типа я скачивал плохом качестве сейчас они в лучшем качестве такой смотри мне будет этого бою скажи ну не может если ты типа если принес 100 рублей за снова банкомат 150 не выйдет тебя есть это только кредитная карта было для меня открытие конечно тот момент а и все и работа пропала я помню как я пришел в бар была такая бар на сердце она уже не как не существует бар такой был куба либра что ли да он есть вроде я подготовил материал я так стремно сводил на концах там что-то а я еще такой с полной уверенности что ну там типа эхо я прихожу там 300 комплекции нам нету и да там ничего нет ты в этом экранчике видишь одну строку и все все остальное это я не знаю это как-то гадать надо на что и поставил трек разложил карты чтобы как-то где-то найти и все играла очень стрёмно очень стрёмно но научилась я помню научился даже мы ставили петли на трехсотых мы сходили так ну типа пришел скилл да потом уже появился компьютер и все остальное но я был тем человеком который до последнего говорил что те кто играет с компа это не диджей признаюсь сейчас я играть только с компа но я до сих пор уже так не считаю но раньше до того те кто играет с компьютера играть не умеет всегда как говорил ну а ты параллельно с house музыка интересовался кип-хопом там был нет конечно ты что я не был никаких новостях я просто открыл google написал бит о господи билборд топ-100 2005 и вот так началась я не знал где как скачивать музыку я не знаю вообще штука рэп ну как ну ну типа наш такое на уровне вот родиного до базара нет знал рок и все такое у меня еще но вместо куда где играл она была ракешная нужно было подбирать вообще старую музыку это так стрёмно было этот я не знаю вообще таких ресурс в контакте с как говорится спаси сохранить были времена но как происходит ломка мне было всегда интересно вот там селекционируешь там house музыку и тут тебе говорят да надо вот сыграть рок музыку деньги мы заплатим но это в любом случае то что не ради чего ты пришел в эту профессию да да это вообще не ради я не при этом не помню почему это произошло честно не помню что меня дернуло я я работал тогда то ли менеджер в ресторане то ли в центре то есть мне был ну лавэ на жизнь не было но и сейчас как бы там и прямой заработок то раньше это был ну тебе это прям хобби не знаю что самостремление просто миксовать мне нравится приводит это классно когда вы висите вместе но с людьми ты просто с ними вайбишь и я все равно считаю что в клубе должна играть электронная музыка потому что в клуб место в котором ты расширяешь немного с эмоциональный фон а в кабаке ты вот какой-то уровень есть на этом уровне играет музыка поэтому но это был другой experience ты меньше эти эмоции когда ты сводишь одну супер известную песню с другой супер известной песни начали ты их пытаешься свист целый трек меньше 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 а потом ты по куплету по куплету чуть ли не по фразе кидаешь в кроссфейдер влево-вправо и ты вечно слышишь вот эту эмоцию типа знаешь когда чайки на чайки пролетают где-нибудь на причалом ты уже начинаешь с этого торчать а потом ты у тебя такое лицо знаешь в какой-то момент когда ты достигаешь какого-то уровня у тебя такое лицо как у лысого из брейзер когда тёлка стонет просто умирает а ты вообще не напрягай а потом у тебя начинается такая стадия вот это хороший вопрос я не помню как вот почему есть но почему начал играть но скажу заранее что музыкальность это поддает ты начинаешь уже совершенно по-другому и house это строить но тут важно просто не заиграться потому что я очень часто слышу я играю house 10 лет ну типа я умею его играть и человек умеет его сводить играть он его не умеет это две разные вещи и самая плохая самая плохая к байка то что house водить проще всего это вообще неправда сводить его действительно проще его играть это вообще пиздец то есть там там важно все то надо точно знать когда что где будет динамика упадет где бас поднимется где будет усиление на вокал это все очень важно потому что блин это сложно объяснить людям которые не не грувят которые не дышали этим это такой вайп был когда диджей мог два часа смотреть путь ни разу не поднять голову и ты с ума сходи вот настолько он круто это дело потому что очень важно было ну конечно раньше было важно свести все-таки песню потому что это было сложно сейчас уже важно именно прям играть играть но у тебя вот один из немногих диджеев кто скажем такой технической части представлен на рынке которая обладает некой иронии все эти многие за правду играют какую-то типа мышь об историю у тебя присутствует какой-то все время степ хачапури там и так далее так далее как это все родилось как-то начал стебаться грубо говоря ну давай так в какой-то момент я понял что сводит все ну типа все как бы в этом меня нет шансов как-то вот вот типа я свожу там как это было просчет некий да я не разумно думали ну конечно интернет да очень я очень много посмотрел очень много посмотрел потом очень много придумал на фоне того что посмотрел потом посмотрел еще ну короче я работал мать его над этим и мне всегда хотелось отличиться как-то да кто-то говорит чувак когда ты играешь у тебя вот вот у тебя вот вайт такое в помещении не всегда слушал за думал что ну типа вот ну типа чувак я работаю в этом как его я работаю в коммерческой яме кто там за вайбом приходит там не за этим то есть вот в этой стезе это вот это если я станку в хаусом танцполе и там бы эту я бы еще поверил но здесь важно другое здесь надо как бы настолько четко оценить кто перед тобой стоит какого позыва крестьяне какого позыва бояре ну князья князья нас давно уже нет в семнадцатом году все уехали но многие думают что они такие да ну да хуй с ним пусть думают они собственные платья такие бешеные деньги которые позволяют нам в дуба и вот не по дубаям вот так по дубаям ездить сорян я буду сбиваться я вообще у меня уносит про иронию музыки а про иронию до все это происходит знаешь ну типа все такие серьезные такие серьезные когда играет ебаная жизнь и бать вы карнавал тут устроили ребят в кабаке играть и вы чё такие серьезные самое прикольное что может быть это смех смех слезы любовь и вот когда наш я недавно одну вещь сказал это редко бывает мы как-то сидели на собрании и обсуждали каких-то диджеев каком-то клубе все как обычно и я говорю ты понимаешь я обсуждал говорю нам нужно этот человек коллективе и когда мне сказали почему я сказал ты понимаешь когда он играет под его сеты туалетов чаще секс происходит под мои сеты женщины плачут в одиночестве это моя фишка но клуб на этом не может работать чтобы клуб работал должно быть и так и так вот собственно да ху его знает так появилась появилась но все песни как бы классные родины мы так сводим а вот когда ты что-то достал такое смешное ну смешное туда же входит и едит пиа и какой-то кусок из какого-то за богом забытого мультика но это опять же было когда-то позаимствовала у москву мошап мафии они когда-то это сделали да безусловно они были новаторами они были первыми и 909 и никитин ну сейчас нет смысла обсуждать кто там кого ебал и почему они все разошлись но тем не менее они делали я не знаю подсмотрели ли они или нет но это да хуй с ним это их дело но они свое сделали они грубо говоря открыли вот этот кабак московский кабак вот такой знаешь прям вот выписать город москва вот сверху вот этот как это цель от пистолета вот и смотреть сверху немногие знают просто но москва выглядит именно как прицел какого-то знаешь для американцев специально делать чтобы не промахнули они открыли кабу да не открыли они молодцы были но надо было зарабатывать наверное они внесли это обратно хотя они были пионерами когда-то когда было r&b кафе что там еще было да я не знаю молодым мне кажется я не помню ничего такого ну смотри мы это обсуждали с от нескими ребятами по моему 909 тоже то что здесь в москве воспринималось как правильный стек на туфи люди это правильно и понимали приходили не знаю какой-то там московский бар они понимали что это стек поставить агутина это прикол да и все это так и воспринимали фуфан типа то в регионах все восприняли это за самостоятельный жанра за чистую монету что надо ставить только не агутина руки вверх да то есть только там не не знаю там не джеймса брауна а не знаю мальчишник там ну что-то понимаешь до подмены понятия произошла и маша стал просто чем-то ставить ставить какие-то произведения не с прямой бочки например не в хаосе просто в оригинале и башки чтобы успели давай мы хотим петь да я прям вот эта фраза у меня знаешь они где-то вот здесь вот татуировка набита про сейчас волосы выросли слушай я много думаю на тему то почему мы вообще почему я конкретно оказался в этом дерьме до базара нет за это платят сейчас я стал понаглее прошу больше но все равно не я помню что не за деньгами я гнался когда-то я помню что я думал вообще совершенно другом я вот смотрю вот эти видео которые играют на фоне как стоит чувак что там нажимает и тысячи людей смотрит ему в рот не знаю почему так было но сейчас не так сейчас я просто прихожу да я играю в хороших местах да неплохо играю ну по-своему но неплохо но меньше когда во время сета думаешь о том например что ты дома пыль не выйдет а я просто люблю чистоту дома и но для меня это важно вот я перед тем как сюда приехать я полностью все убрал отпарил снова кровать в которой лежал взял отпариватель все прошел без линейки базара не все сделал пыль вытер закрыл включил кондиционер чтобы он гонял воздух потому чтобы не было заставившегося воздуха потом включил очиститель чтобы воздух который нас очистился еще ионами насыщался еще повесил мокрое белье чтобы влажность было нормально когда я приду я такой да и да ну не петант просто я все время жду что ко мне придет женщина никто еще не пришел давай поднимем вопросом карьера московского диджея как вот он развивается диджей которые клубный диджакей скажем так неважно house r&b кип-хоп там абсолютно неважно то есть как строится карьера московского диджея ты и родился в этом городе в отличие от моего директора коми но я знал очень хорошо жить да как строится карьера диджея и может и классифицировать конечно я прошел диджея 2 я прошел все типы кроме того который у тебя если ты не рассказывал ребятам это очень важно здесь просто такой экземпляр который это вообще пиздец редкость я как бы диджея видел немало но такой истории никогда не слышал ну первое конечно это проституция это ну не в прямом смысле что ты спишь с мужиками а то что ты ну просто как псина бегаешь и исполняешь то 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 базара нет мне это было как бы как бы мне не хотелось но это было тусоваться бухать и все остальное тоже было заебывать арт-директоров тоже было чаще было какие там еще и стадии ну мне кажется все были по чуть-чуть но все дают больше всего плодов ничего на самом деле единственное это я уже с возрастом сгадали в общем я недавно понял пару лет назад дай бог что единственная причина по которой тебя могут взять играть это твоя персоналити внутренне если если бы я знал что очень важно какой-то человек это не значит не в плане какого-то воспитания или там моральных ценностей или блять читаешь что тору или чтишь коран неважно важно когда ты в пространстве находишься ты его преломляешь под себя она становится добрее теплее сам вай под тебя как ты говоришь складно не понимаешь когда ты находишься в клубной индустрии и говоришь о музыке и о клубах это скучно пиздец а когда открываешь рот и говоришь о чем угодно политики а вере моральных ценностях а женщинах и в лучших их проявлениях ты становишься намного интереснее и такой человек заведомо мне кажется есть арт-директор более менее внимания меняемы он слушает речь он видит как человек подойдет как он заходит как он блять общается с просто с людьми вновь в ресторане например его хочется взять и потому что лишь его чистоплотность внутреннюю ты понимаешь что такой человек априори не будет в грязь падать он просто не будет это не его а если он это сделает он сделает так что у него останутся еще погоны чистые мне так кажется поэтому всем кто сейчас начинает надо качать свое внутреннее персоналити это называют образ мысли и чистоту да и чистоту обязательно это единственная причина по которой вас могут взять клуб потому что у вас лицо будет светлое оно будет просто доверие нести и потом поверь мне потом вообще поебать как ты сводишь сейчас такие технологии ну клянусь тебя мартышка сведет если ты в коммерческой индустрии хотя много не требуется главное чтобы ты вовремя заходил на itunes хотя бы через день и скачивал то что там есть все будут восторги все но чем как говорится все мы играем одно и то же но у кого-то работы больше да вот есть такая фраза моя любимая это единственная причина это вот следить за своей внутренней частотой и мыслью и развивать себя как человек это правда сложно объяснить вот допустим я как тебя до заметил то есть не знаю это не не пять конечно больше восемь лет назад наверное я раньше диджей играли во всех кафешка да да мне кажется сейчас так я обедали или ужинал в заведении на садовом кольце как же она называлась огни играл там да и везде везде игра диджеи мне для меня это как-то фон бы граунд я привык не слушать музыку когда я ем или что там делают что-то играет игра и тут я начал понимать что я слушаю микс микс сотки слушаю 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 думаю интересно и тогда я смотрю уже на диджеевку дайте что происходит типа я увел волосатого чувака были времена как бы да и как бы еще года три-четыре я тебя видел не знал кто это такой узнал что это волосатые ноги до сих пор то есть и это сложно описать что что цепляет хотя я профессиональный диджей занимаюсь этим больше двадцати лет я не могу понять что меня зацепило в том что в том сайте я помню время у меня даже если видео она очень старая очень плохом качестве я играл после тебя да дело да я помню ты зашел в клуб это был феймос клуб ты был такой охуевший не в плане плохом это смысле вот сам вайп типа я сейчас просто встану здесь вот с 3d квасма в рот вы я смотрю на мою ебаная жизнь это чудо чего были времена мешает и тот факт что мы сейчас тобой сидим и я могу профессионально не научить тебя просто хотя бы быть с тобой на одной волне не говоря о том что все было не зря значит я понял одно что в профессии остаются только те кто реально что-то из себя представляют то есть много людей которые промелькнули так или иначе 20 у меня как вспышки и потом куда-то исчезали то есть чем-то другим начинали заниматься а те люди которые в меня цепляли которые остаются профессии по сей день и неважно честно говоря какую музыку они играют есть какая-то музыкальность и это самое главное уже как многие считают на юрибе откуда у тебя такой музыкальный вкус типа говорю ребят я ну я вырос в ресторане типа тимур тимиро владимирский централ что там еще было я в рост на такой музыки до базара нет я еще и рост на национальной музыки которая у нас из дома просто каждый день все играли там на табуретке на чем-то еще да возможно это и объясняет моя любовь хаос музыки потому что барабан ритм прямой груз никогда не меняется меняется только какая-то мелодия это она всегда оставалась вот ну на фоне вот ты себя чувствуешь частью грузинского народа или нет нет этнически никак этнически уже давно не чувствую потому что но мне очень много на эту тему размышлял есть нет есть много вещей которые меня раздражают на время раздражает то что грузинская культура к культура она не двигается точнее мы ее не двигаем и не раскрываем ты понимаешь как бы любого человека спроси грузин это как бы хачапури хинкали и вот все на этом стало и мне честно говоря это расстраивает не расстраивает то что мы юзаем придуманное нашими прессами много лет назад мы ничего не придумали ничего не создали мы не являемся не новаторами ни в чем ну конечно являемся где-то как-то ну вот но неоспоримый факт что американцы например являются новаторами музыки музыкальный бизнес это неоспоримый факт вот таких неоспоримых фактов честно говоря не знаю может быть моему стыду грузия помимо того это великих кинематограф да да безусловно а у тебя не было идей ты в любом случае начинаешь юзать эту тему хочет или не хочешь на любом случае да то есть этнически вплетать в музыку конечно да это есть да безусловно мне была мысль уехать в грудью жить но я понимаю что я здесь просто зарабатывать ну клянусь тебе просто зарабатывать деньги но мне когда-то очень давно сказали братан когда ты ну упрешься в этот потолок московских клубов вот-вот в этом высоком сегменте ты заскучаешь и вот тут начнется самое интересное либо ты дальше будешь играть до талого вот на тип открывать снова месте берут берут крутой просто перестанут брать не потому что плохое просто потому что ну так жизнь распорядилась и меня была мысль уехать туда ну что-то мне в жизни надо и как я понял не нужно хорошие продукты хорошая но вода воздух больше ничего в жизни оказывается не нужно да я не буду ходить в последней коллекции дольче габбана да у меня не будет дорогой машине будет дом небольшой будет дом и будет все классно ну прямо по-хорошему классно все что останется после нас это два метра метр два метра и метр два на один до метр все больше ничего от нас не останется то что вот кайфуем там не знаю со всего то что у нас есть и потом телефон айфон там наушники ну короче все это уже клиент музыки там нету любви там нету там есть только комплексы которые мы пытаемся как-то скрыть это отдельная тема ты экспериментировал с андеграундной музыкой в том числе был код проект я помню вас до несколько ребят да которые делали ребят пошли дальше они молодцы мы уже все разделились саша дипсаунд он очень много мне дал информации было такое количество что ну типа ну пиздец вообще просто столько всего как услышать то что не слышит никто где но где-то прям невозможно найти это надо прям вот чтобы настроить ухо это отдельный разговор технически как работать с аблетоном как работать с трактором как вообще работать с музыкой какое слышать у меня наибицу и свозил собственно первый раз это было не так то что я залетел купил все билеты во все клубы и пошел это было это как экскурсия было в 10 дней мы жили в звездочном отеле в котором мы появились ну максимум полтора раза понятно ну и соответственно я не торчал ничего такого ну ей когда первый раз когда ездила пила второй раз когда уже взял не пил а нет пил да он занимается честно по спортом у него очень крутой музон свой он его пускает он занимается ребятами не помню как зовут но я когда вы заезжал на студию это тот момент когда ты слушаешь готовый трек или такой ахуеть ты просто не слышал такого материала ты не можешь его связать типа хип-хоп индастриал либо дип техно ничего такого ты можешь его какому-то стилю и сам чувак заходит прикольный я говорю а ты начал пишу такой да просто компьютер наушники и сэмплер все просто чувак собирает на сэмпла я прям удивился сани сейчас там не очень хорошо работают и я думаю не будет все круто потом есть мишелька синических станем мишелей но арминин братом мне плохо не могут дела он тоже двигается тоже пишет музон он все будет круто но просто их прогресс он медленнее потому что сфера в которой они двигаются она сама по себе не является скоротечной она андерграундная там много другие законы и есть я который вот нахожусь андерграунд здесь скажем так не все равно люблю эту музыку она моя она мне близко и видя день когда-нибудь я буду просто тихонечку иду и клянусь тебе никто не заметит бы никто окей давай на на затравочку твои напутствия диджеем будущем диджеем и нынешним я очень знаешь вот я сколько раз марианты все говорят на путь и не занимайтесь этим я всегда сигнал что никогда так не скажу но сейчас очень хочется и на самом деле прежде чем сюда лезть просто поймите за что вы это делаете если вы пытаетесь свои детские комплексы как-то реанимировать в моем случае это так и есть я за этим сюда полез то у вас не получится пока вот вы внутри себе как говорится ты не найдешь любовь пока внутри и не будет то же самое ты не найдешь призвание пока внутри как бы тысячекратно не сводил если внутри какашка все тебе ничего не поможет даже если ты будешь я изменю джопу давать ничего не поможет ну и соответственно если у вас нет какого-то жизненного кредо в плане диджейнга я вам даю свое есть золотая троица моя это как понимать что ты классный диджей первое что должен делать это подача всегда неважно подача и неважно какой материал второе это селекция и третье это сведение если человеку но я был много свидетелем таких ситуаций когда человек играл трек который не скачал нужно дерьмовый ну блять вот он его играет и я его пойду потом скачаю это подача я всегда видел как люди сходят с ума от того как диджей работает с публикой это сейчас не я не говорю о такой работе все с нами подумаешь что типа там на ушах стоять не нихуя клянусь те мои самые эмоциональные сеты когда я в зал посмотрел два раза но вайп который дал как у меня стояла спина как была шея это все очень важно я не я как я поднимаю глаза в зал я поднимаю глаза уверенно я знаю что я делаю и я не веселюсь с людьми они там с ума сходят ебать просто вот руки готовы целовать а бывали с это когда там чуть я не знаю не сальто карнавальное дело подача музыка но с музыкой вообще очень сложно это знаешь как вот надо просто слушать 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 просто узнавать есть только всего музыка вообще в принципе расширяет твою душу электроны расширяет твой эмоциональный фон потому что если в песне песня диктует как тебе грустить то в груду грубо говоря в грустной электронной песни ты сам грустишь она ты сам в ее наполняешь это тебя всегда развивает конечно не забывай старую школу стиван джеймс браун джеймера кладжи идти кто там еще есть до кучи класса да вообще слушать все просто мало того что слушать так это надо еще понимать но это вообще земер пизду даже не хочу ну и третье это сведение конечно сведение так уж получилось что все таки это важный момент хотя самые громкие эмоции которые я видел в зале это не от того когда я классно сводил только я просто вовремя ставил песню да так что вот троица спасибо большое да пизду они запомнили перемотайте если что это было шоу тенденц на пионер джи тиви в гостях у меня был димасель миша большое спасибо всем тебе спасибо родные